Всех приветствую на своем канале, всем привет! Так как на моем канале разные люди собрались по разным причинам, кто-то подписался из-за того, что я показывала Германию, а кто-то из-за Боха, то я показываю и то, и другое. Сегодняшнее видео будет интересно тем, кому неинтересна Боха, а все остальное, жизнь в Германии. Вы меня спрашивали, какие здесь дачи. Дачи по сравнению с нашими здесь никакие, я вам скажу. Но в то же время они есть, и сегодня я вас приглашаю к нашим друзьям на дачку, где мы проводим часто, а тем более сейчас, свои выходные. Огромное преимущество этой дачи в том, что она находится в пяти минутах езды от дома, поэтому здесь особо никто не ночует, а только грилят, коптят рыбу и отдыхают в свое удовольствие. У нас эти дачки, как правило, находятся в горах. Воды, каких-либо водоемов, где можно искупаться, конечно нет. Вот этот участок, который вы сейчас видите, и вот этот маленький домик с этой пристроечкой обошелся нашим друзьям в 15 тысяч евро. Солнечные батареи, это они покупали сами, вы на них внимания не обращайте. Но при этом они не имеют права здесь ничего построить и ничего поставить. Представляете себе, в прошлом году у них стояли две сборные теплицы, купленные, и заставили их разобрать, потому что это запрещено. Я, как многолетняя походница, обожаю еду, приготовленную на дровах. Так вот у них есть такая печка, которая топится дровами, и замечательно вкусная еда получается в этой печке приготовленная. Ну и, конечно же, либо коптим рыбу, либо делаем мясо, либо шашлык. Шашлык, это, конечно, вкуснее намного, чем грильное мясо, но грильное мясо делается быстрее, но, к сожалению, менее удобно, потому что оно подгорает, за ним нужно постоянно следить, переворачивать и так далее. А когда делается шашлык, то это все делается на электрической такой приставочке, которая сама крутит шампура. Очень вкусно делать молодой картофель на шампурах вместе с салом. Это обалденно, если вы еще не пробовали, я вам рекомендую, вас потом за уши не оттянешь, и не нужно будет вам никакое мясо. Вы будете есть только вот такую картошку. Для тех, кто еще не пробовал и не делал, быстренько-быстренько рассказываю. Берете мелкий молодой картофель, разрезаете сало на маленькие квадратики, и таким вот образом на шампур натыкайте, перемежая между собой картофель и сало. Ой, ребята, я забыла предупредить всех тех, кому противопоказано категорически сало, по вере и исповеданию, закрывайте быстренько глаза и носы, или перелистывайте эту страницу, быстро-быстро перематывайте, чтобы она не портила вам настроение. Ну, а все остальные через экран могут вдохнуть этот аромат обалденно вкусный и насладиться видом этой прожаренной картошечки. Но самое главное удовольствие, ради которого мы все туда приезжаем, это баня. Ну, так как в Германии все постройки запрещены, а я уже не говорю про баню, это вообще категорически, то наш друг в этом году приобрел вот такую разборную палатку-баню. Обошлась она, ему кажется, в тысячу евро, но это сказка, ребята. Примерно такие бани мы устраивали с ребятами-походниками и на Вуоксе, и на Ладоге. Это сказка, ребята, это просто чудо. Но наши походные бани были, конечно, попроще, печка там выкладывалась из камней, собранных на берегу, и приходилось ее допить целый день ребятам, потому что когда эти будут раскаленные камни, на которые мы потом будем поливать отвары трав. Здесь же к этой бане прилагается из нержавейки чудесная печка, которая очень быстро растапливается дровами, там под 100 градусов жары. В общем, ребята, венички дубовые и березовые, это все настолько расслабляет, настолько вообще приводит в чувство, что потом летать просто хочется, поверьте мне. Тут же есть душик с холодной водичкой, где ты ополоснешься, потом отдыхаешь, сидишь на улице, потом опять идешь, паришься. В общем, я себя чувствую после бани, как героиня Ринаты Литвиновой из «Границы таежной романа», из фильма, где она сидела и говорила, «Девочки, я в раю». Вот примерно точно так же. Единственный минус, что ее приходится убирать, дабы не сочли опять за постройку. Ну, а так, так же, как и у нас, можно заводить каких-нибудь животных, включая перепелочек, курочек, кроликов, пчел. Но это все зависит от желания хозяина дачи, потому что сами немцы коренные, как правило, просто косят траву и грилят. Правда, бывают исключения. Мой 95-летний сосед каждый день на велосипеде ездил к себе на участок, где выращивал овощи и фрукты. «Ребята, я в шоке. Я такого не ожидала. Мы вчера сели в машину и поехали, ну, тут, в принципе, недалеко от нас, ну, может, 15-20 минут езды, максимум полчаса до озера. Вот такое вот озеро, на которое мы обычно приезжали. Но что творилось в этот раз, мне не передать словами. То есть нужно было, чтобы припарковать машину, вернее, нужно было, чтобы купить билет, оплатить парковку, нужно было простоять полчаса в очереди. Парковочные места все были битком. Там поля уже все были битком, которые под это дело были приспособлены в срочном порядке. И так как на это озеро можно было раньше приезжать на выходные, брать палатки с собой, ставить и тут с пятницы до воскресенья проводить, потому что там есть и душевые кабины, и туалеты цивильные, и кафешка, и, в общем, все, что тебе необходимо. Вон мобили, здесь на них тоже приезжают и приезжали. Сейчас все палатки запрещены. Я не знаю, с какой целью запретили палатки, потому что здесь буквально сидят человек на человеке. Вот это в условиях вот этих вот карантинных, когда ты должен соблюдать полтора метра расстояния, естественно, никакие маски никто здесь не надел на себя. Все вот так вот в таком количестве, можно сказать, огромная коммунальная квартира, все вот так вот вышли, выехали, вернее, на озеро и проводят свои выходные. Отовсюду разносятся какие-то запахи, не поймешь, чего там они готовят свое национальное. Ну, в общем, вонизма какая-то стоит. Ну, кто-то грилит, там приятный запах, кто-то шашлык делает, а кто-то вообще, наверное, каких-то жуков или летучих мышей там тушит. К очередям в туалетах мы привыкли, но то, что люди заходили именно в туалет и надевая маску, вот это меня, конечно, убило на повал. Вот так выглядит озеро в Германии. Ну, это озером не назовешь. Они тут называют это озером. Ну, такая вот водоем, такой вырытый специально для... Тут выращивают форель, и вот здесь можно ловить рыбу. Ну, предварительно, конечно, заплатив за это. И не просто заплатив, нужно еще заплатить сначала и получить права и так далее. Если ты не умеешь насаживать правильно червяка, то это тебе не разрешат. Короче говоря, это стоит больших денег. Потом ты ловишь здесь рыбу и опять-таки платишь. Вот такие вот здесь несколько их, наверное, озера, где выращивается вот эта форель. Сейчас вечер, я поехала на велосипеде. Но я люблю это место. Я проезжаю мимо него на другое озеро катаюсь. Но мне здесь очень нравится. Знаете, можно просто взять стульчик, посидеть и вот так вот успокоившись, наслаждаться природой, как японцы это делают. Какая красота! Там еще за этим еще одно, а дальше вот там еще одно такое вот озеро. Озером язык не поворачивается называть, но вот такие вот водоемы делают рыбу. В общем, здесь их штучек пять, наверное. Но я, как вы видите, не вижу ни одного рыбака, хотя по идее-то они вечером уже должны ловить. А здесь маленькие водоемы, где специально выращиваются, тут, наверное, все равно. Кстати, ну, опять-таки, если ты поймал, ты можешь вот там вот кафешка такая есть, тебе ее на гриле приготовят, и можешь сразу ее и съесть, если есть желание. А у нас это все бесплатно можно. Лови не хочу. Так что, ребята, рыбаки, все цените то, что есть возможность вот так. Не надо никаких прав за 2000 евро получать, не нужно платить за то, чтобы тебе что-то поймать. А на любом озере, пруду, в реке можно ловить и ловить тебе рыбку. Это я приехала, ребята, на озеро, где все купаются. Здесь только озеро, здесь можно и в теннис поиграть, кто хочет, кто любит. Вот там есть домик такой справа, там кафе и туалеты тоже там. Здесь вот как раз здесь называют озеро, но оно искусственное озеро, вырытый водоем со стоячей водой. И дальше там я туда уже не иду, там вот загорают, лежат вдоль этого озера. Ну, чтобы иметь представление. А здесь вот, вы видите, это прямо сразу напротив, это детская площадка. Здесь дети могут лазить, пока их родители загорают, плавают. Все это бесплатно. Народу сейчас уже мало, потому что сейчас уже 9 час, ребята. Я поехала просто прокатиться на велике, вот вам показываю. Поэтому уже даже видно, что темнеет. Вот представляете, вчера он здесь стоял и сегодня стоит. И вы думаете, он не живой? Знаете, почему он здесь? Да, потому что здесь рыбы много. Здесь разводят форель. Деловая колбаса. Такой походочкой, слушайте, пошел. Не улетай только. Ходить-ходи, но не улетай. Он, видно, почувствовал, что его снимают. Вот прямо так вот важно-важно зашагал. Знаете, кого он мне напоминает? Какого-то клерка, какого-то руководителя вокруг озера. Слушайте, такой марафон совершает. Вечерний мацион, прогулка вокруг озера. Долго он так стоял, не шевелился. Да, может, там что-то отражается в воде. Вот из рыбаков один он. Или это она. Не знаю даже, кто это. В общем, короче, птица счастья. Второй день катаюсь. И вчера же он здесь в это же время был. Я уже просто не стала останавливаться, ехала обратно. А он в это же время был. Каждый вечер сюда прилетает. А рыбы не видно, темно-мутно. Слушайте, там еще один прилетел. Боже мой, божья матерь. Ай, что творится-то, ребята? Вы деретесь или целуетесь? Посмотрите, что творится. Я утром посыпаюсь. Я вчера, ну, я на ночь оставила окно, потому что все время окна закрыты. Вот откуда они прилетают с самого утра, я даже не представляю в таком огромном количестве. Я вчера штук 200 поубивала. Да какой 200? На одном окне, наверное, 200. А это во всех комнатах. Это какой-то кошмар. Я сейчас закрою, конечно, срочно, и буду их всех убивать. Но я не понимаю, что происходит. У меня закрыты были все окна, жалюзи. Все абсолютно. Здесь нет вот этих вот вентиляционных отверстий, по которым они могли бы как-то там, знаете, летать. Здесь такого нет вообще. Все закрыто, никаких дырок. Но я из комнаты в комнату бегаю, и я их убиваю. Я просто не понимаю, что. Я уже вешала вот эти вот, которые от мух липкие, они туда не прилипают, понимаете? Ну, 2, 3, 4 прилипнет, но их сотнями, сотнями. Я просто вообще в шоке. У меня под окнами только трава. Я не знаю, откуда они там берутся, потому что бачки стоят, но они стоят все правее. А тут же они не могут сюда вот прилетать в таком количестве. Короче говоря, хорошо, что я вчера не стала стирать эти занавески. Сейчас я их все опять буду убивать всех. Я просто не понимаю, что делать. Может быть, кто-то знает, откуда это такое в этом году. Такой ужас. Это уже вот со вчерашнего дня это началось. Со вчерашнего дня. Откуда они, потому что у нас жара вчера 35 градусов была. Откуда это все? Посмотрите, ребята, какой кошмар. И это еще не конец. Столько же на полу, сколько на подоконнике. Еще и на этом осталось. Вон они еще до сих пор. Представляете ли это? Я в шоке. Я вообще в таком ужасе. Я такого еще не видела. Мне так противно. Я их вот бью. Я не знаю, откуда они вылезают. Самое ужасное, что непонятно. Когда окна закрыты, откуда они могут лезть? Просто непонятно. Ну их еще бить и бить. Я еще думаю, что они в другую комнату полетели. Там все мыть и стирать. Какой смысл мыть и стирать? Вот сейчас сразу, когда они еще за день налетят. Представляете, это какой-то кошмар. Ой, все. Вот такая красота сверху. А я бегаю с палками и любуюсь лесом. Как на меня все-таки благотворно влияет. Вот зеленый цвет, зелень природы. Это вообще не передать. А тут вот, кстати, ребята, яблоки растут. Уже тут их полно вещат. У них еще, конечно, сорта там есть. Ранние, зимние. Но я думаю, что это зимние. Вот это вдали. Там вдали за рекой. Это как раз городок, где я живу. Городок, где я живу. А я вот здесь побежала дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова